Воскресный выпуск нашего тележурнала Сегодня начнем с нашей постоянной рубрики Мира Клир. Как вести себя в храме беременным женщинам? Какие возможны послабления? И почему прихожане должны быть втройне внимательны в таких случаях? Об этом беседуют Дарья Трофимова и протерей Георгий Чернышев. Дарья Трофимова Если Бог сотворил все, почему тогда Он сотворил зло? Почему Он сотворил смерть? Почему Он сотворил страдания? Почему Он дозволяет какие-то вещи, которые сейчас для нас объективное зло? То есть войны, убийства, изнасилования и прочее. Действительно ли Бог сотворил все? Бог сотворил все. Но зла Бог не творил. Вот это вот интересная вещь. Хороший вопрос, Даша. Я сам сталкиваюсь постоянно с этим вопросом, потому что на очень многих молодежных площадках приходится бывать. И действительно, это такой камень преткновения для многих. Мы же как-то в одной из наших передач касались этого вопроса, но тем не менее. Да, действительно, задают такой вопрос. Батюшка, ну как же так вот? Если Бог создал все, зачем Он зло сотворил? Вопрос сразу поставлен, так, знаете, неправильно, убедительно. То есть, с чего взяли, что Бог сотворил зло? Если посмотрим на то, что нам открывает Священное Писание с самого начала, то мы видим, что Бог сотворил этот мир в любви. И Он призван этот мир только к любви. К взаимовыручке, к взаимопониманию. Да, вот. Но мир этот создан. В этом мире есть существа разумные, да, и есть творения неразумные. То есть, вот, допустим, ну, природа, которая нас окружает, там, трава. Это у язычников, конечно, там, каждое дерево разговаривает. Вот. И каждый ручей имеет свою душу бессмертную. Все это понятно. Но, тем не менее, есть существа разумные, которых Бог сотворил по образу и подобию своему, да, а есть природа, которая признана служить вот этим разумным существам. Так вот, допустим, простой такой пример можно привести, человека сравнить с животным миром, да, чем мы отличаемся. Почему? Человеку точно никогда не был обезьяны, и то, что мы произошли от обезьяны, это просто бред. Вот. И, ну, я прошу прощения у всех тех, кто считает, что они произошли от обезьяны. Вот. Это, опять же, их выбор. То есть, то, о чем я хочу сказать, да, Бог создал человека свободным. То есть, одно из подобий, вот образ и подобие Божия, да, это абсолютная свобода. То есть, право выбора. И любовь дает право выбора. Мы же не можем сказать, что муж с женой любит друг друга, если, там, вернее, муж любит жену, если вот он ее посадил в золотую клетку, да, и не дает ей свободы, боится. То есть, она посмотрит на кого-то или куда-то пойдет, да. То есть, это любовь настоящая или ненастоящая? В любом случае, понятно, что это будет любовь ненастоящая. Может, она ее любит так, но эта любовь, получается, насильственная. Она сама по себе будет злом. Так вот, Бог, создав разумное существо, он подарил им свободу, свободу выбора. И первым, кто вот этой свободой воспользовался, не в ту сторону, был Деница. Это самый светлый ангел, самый сильный ангел, который действительно был, ну, как солнце. Это был действительно сильнейший ангел в своих, вот, в благодетелях своих. Но, в конце концов, он свободу свою использовал в другую сторону. То есть, он возгордился. Вот, всего, что там происходило на небе, мы не знаем. Об этом даже философствовать не будем, потому что это, наверное, глупо бы звучало. Вот, но, тем не менее, мы знаем историю, да, которая нам повествует в Ветхом Завете. О том, что Деница возгордился, захотел стать как Бог и даже выше Бога, и захотел поставить свой престол выше Бога, но был низвергнут из Царства Божия в преисподнюю. Опять же, преисподняя – это такое место, которое мы тоже рассуждать, живя здесь на земле, можем только с точки зрения того, что нам открыто Богом, а что-то нам и не открыто. То есть, вот оно, первое зло, которое было сотворено, оно как раз не было сотворено Богом, оно было сотворено свободной Личностью, которую Бог подарил свободу. Теперь дальше посмотрим. Человек, который был создан, который был поселен в раю. Ведь рай – это то место, которое было полностью приспособлено для, ну, если современным языком говорить, для комфортного, спокойного проживания человека, причем проживания вечного, да. Вот, Даша, вы сказали в вопросе, смерть зачем Господь сотворил. Нет, смерть для себя сотворил сам человек, потому что он был предупрежден. Вот есть дерево познания добра и зла, есть дерево жизни, вот от него вкушаете, а дерево познания добра и зла не вкушаете. Потому что как только вы его вкусите, вы умрете. Что такое умрете? Естественно, человек этого не знал, но тем не менее. Господь сказал, вот туда нельзя, вот этого не делайте. Вот. Свобода, опять же, это первый заповедь, который дал человеку Бог. Человек употребил свою свободу, мы знаем на что. То есть, все равно он вкусил от этого дерева познание добра и зла, имел возможность остаться в раю. То есть, если бы он покаялся, да, Господь задавал человеку наводящие вопросы, чтобы он покаялся. Да, Господи, мы вот что-то там, вот так получилось, прости нас, да, первое покаяние. Вот. Адам не приступил к этому покаянию, он свалил всю вину на Еву, как мы помним, да, и на самого Бога. То есть, она мне дала, а ее дал мне ты. И я вообще тут ни при чем. Вот оно первое зло. И, как мы уже говорили, здесь нужно быстро сказать, что действительно человек познал, что такое добро, что такое зло, выйди из рая. То есть, пока он был в раю, он не мог познать, что такое добро, что такое зло, потому что для него все было естественно. А выйдя из рая, он понял, что в раю с Богом это добро, а вот здесь, вне рая, где он слезами омывал свои лепешки, как говорит предание, поэтому мы соль-то и употребляем, люди. Что соль есть напоминание слез Адама, которым привык лепешки, которые он ел или пил, эти грубые, он их омачивал слезами, вспоминая потерянный рай. Тоже очень интересный такой философский момент. Так вот тогда человек познал, что такое добро, что такое зло. То есть, добро быть с Богом, зло быть без Бога. И дальше мы, если смотрим священную историю, то, опять же, первые дети Адама и Ева, да, Каин и Авель. Первое убийство, оно почему произошло? Оно произошло из-за свободного от воли выражения Каина. То есть, он позавидовал своему брату, он на него разозлился, и он его убил. И так далее, и тому подобное. Когда человек задает вопрос, почему Бог сотворил зло, это человек, значит, не философского складома. То есть, он как бы глубоко очень не думает. Мы уже говорили про сказку, про старика и медведя, когда они репу сажали и делили тебе вершки, а мне корешки. Вот люди так многие живут. Вот кто-то удовольствие получает от вершков, то есть, ну, удовлетворяется вершками, да. А есть люди, которым нужны корешки, и они все-таки стараются глубже. Простой пример, может быть, приведу. Вот этот пример, он у меня, знаете, он больной, мне это мучает вопрос. Это всегда вопрос к русскому человеку, к нам. Вот берем пляж, да. Вот сейчас лето, у всех это все на виду. Вот смотрите, администрация города Рязани оборудует пляжи. Что это такое? Это значит, убирается территория, да. Это значит, ставится достаточное количество мусорных контейнеров, в которые должны бы мусор отдыхающий приносить. Вот. Вот начинается сезон, да. Приехали люди на пляж. Вот для них созданы все условия для комфортного отдыха, да. Урны, пожалуйста, все. Но наступает вечер, придите на этот пляж, на этот посмотрите, что остается после наших людей. То есть горы мусора. Вот он, контейнер будет стоять. Но вот он как сидел под себя, семечки плевал, он как их наплевал, эту гору, так вот он и ушел. Фантики и все это такое прочее. Вопрос. Кто сотворил зло на этом пляже? Человек. И сразу мы услышим ответ. Человек. То есть человек был свободен. Или по-человечески, действительно. Хранить это место, которое для него сделали, не для себя администрация города это делает, а для него, для человека. Возьми, принес ты с собой, возьми, пожалуйста, в урну. Отнеси. Я как-то вот тоже вот рассказал, даже сфотографировал вот это. Вот хотел даже в интернет выложить. Приехал на побережье, но спиннинг покидать. Вот у меня час был там свободный. Думаю, ну такое место, оно там, знаете, вот, ну никого нет там. Вот все, сейчас там чистота будет. Не ступала. Тут она говорит, человек, да не ступала. Стоит, лежит огромная куча мусора. Огромная куча мусора. И кто-то взял и воткнул еще в эту кучу мусора российский флаг. То есть, как бы, ну, у кого-то такое чувство юмора. То есть, здесь были россияне. Потому что любой другой, наверное, я не ругаю свой народ. Мне просто больно, что действительно в нашем народе есть такие люди, которые вот так не любят свою землю. Причем самое обидное, что вот те, о ком мы сейчас говорим, те, от кого зло-то идет, они вот такие передачи, они не слушают. То есть, они сейчас не будут слушать эту передачу. Ну, там батюш какой-то там выступает. Это я мягко сказал батюшку. Так по-другому. Но ведь многие задают вопрос еще и в связи с тем, что вот, например, войны, страдания. Почему умирают дети, которые вот любая семья там, например. Сейчас ведь достаточно частым явлением стало заболевание раком у маленьких детей. То есть, маленькие дети болеют раком. Почему вот это вот допускается? Вот смотрите, я об этом и говорю. Что значит допускается? Опять же, мы пытаемся все свалить на Бога. Вот если мы откроем Евангелие, кто не открывал, и повнимательнее почитаем, там нет таких заповедей, которых было написано, допустим. Да, вот мне говорят батюшка, почему самолеты падают? Да, вот почему действительно войны бывают? Разве там где-то написано, вот Христос, разве заповедь такую осталась, что и создаст этот человек самолет, и будет летать на отдых? Нет там такого, да? Или там сказано, что мы будем продукты такие выпускать, в которые мы будем и пальмы, и масло добавлять, и всякие разные химические ингредиенты. Будем травить просто друг друга, и поэтому дети наши болеют. Разве Господь сказал, и создаст человек заводы, которые будут отравлять все вокруг? Нет. Вот все, что написано в Евангелии, они все направлены на то, чтобы мы любили друг друга, берегли друг друга, думали друг о друге. Причем Господь ставит служение ближнему превыше всего. Посмотрите, как мы живем, люди. Мы живем, опять же, в соответствии с нашей свободой, с свободой выбора. И поэтому, естественно, страдают все. Страдают все. Потому что одни отравляют воздух, потому что не делают те заградительные сооружения, которые обязаны делать по закону. Есть целые организации государственные, которые призваны следить за заводами, которые отравляют. Опять же, ну вот все руками человека делается. Поэтому мы когда говорим, почему зло есть на земле, можно ответить просто. Потому что на земле живет человек. Поэтому на земле существует зло. Пока в нас это зло есть, вот в каждом из нас оно будет и вокруг нас. Посмотрите, Дарья, вот семья. Возьмите семью, да? Вот как приходит зло в семью? От Бога? Бог попускает или что-то? Вот даже вот посмотреть. Ну, такой простой пример. Семья приходит в храм, причастились. Обои поисповедовались, причастились муж с женой, да? Вот пришли домой. Нет бы хранить вот это вот чувство благодати, да? Нет бы беречь друг друга по вере христианской. Она же у меня супруга сегодня причастилась, она со Христом. Вот как я к ней должен относиться? С благоговением? Потому что она сегодня после причастия, да? Или жена так про мужа должна думать? Ну вот смотрите, обязательно кто-то первый в семье, вот или Адам, или Ева, да? Кто-то первый начнет. Вот у кого-то начнет тут кипеть, и он это свое, вот это вот несдержанное зло начнет ретранслировать. В конце концов начинается ссора. При этой ссоре присутствует бедный этот ребенок, который папу с мамой очень любит, ему очень трудно разделить, за кого он, за папу, за маму. Они ругаются, не дай Бог, еще дерутся, а у него там все внутри разрывается. Ребенок живет в этой ситуации, каким он вырастет. Или еще простой пример. Ну, допустим, откуда это зло берется, да? Вседозволенность детям. Это страшный бич сегодняшнего времени. Начинается это с малого. Вот простой пример я приведу по территории нашего храма. У нас есть место, которое, ну, как бы специально там небольшой прудик, привезли с моря ракушек, там все как бы так оборудовано, травки понасажали, цветочки, все остальное. Вот после каждой литургии, после каждой литургии, вокруг прудика выложены камни. Вот приходим, я, допустим, прихожу воду пополнить, да? Пол пруда набросан вот этих вот огромных камней. Цветы, которые посажены, потоптаны. Вот это что? Это просто приезжают родители со своими детьми, да? Или приходят со своими детьми. Вот, естественно, ребенка несет его просто к этой красоте. А вода, она вообще завораживает, ему хочется туда залезть, хочется туда кинуть. И вот счастливые мамы и бабушки, ну, стоят и наблюдают, как ребенок сорвал цветок и нюхает. И они молчат. Делали замечания бесполезно. Вот, допустим, к бабушке подходишь, бабушка говорит, ну, а что ему сказать, нельзя, что ли, он же ребенок? И что? А вот я хотел посмотреть, милая бабушка, а у тебя в палисаднике, вот где ты цветы насажал, он так же рвет? Нет, это твой дом, тут нельзя, ты ему не разрешаешь. А здесь же общественность, здесь можно. Так мы сделали небольшой декоративный забор, чтобы дети туда не ходили. Но как-то это спасает ситуацию. Но тем не менее, я очень много раз замечал, когда ставит папа, мама и ребенок за забором рядом с ними. Вот подхожу, говорю, милая моя, хорошая, неужели непонятно, что забор именно для того, чтобы вот ваш ребенок хотя бы не упал в этот пруд? Ну, мы за ним смотрим, батюшка, не беспокойтесь. А то, что река меня туда кидает, ну, это же интересно, мы все кидали. Вот вы понимаете, каким вырастет ребенок? Ему все можно. Потом папа с мамой начинает удивляться. А что-то он такой неуправляемый. Да потому что ему было можно все. Потому что ему можно было рвать, ему можно было ломать. Поэтому, в конце концов, мы имеем что на выходе. Вот вообще, посмотрите внимательно, мы тоже об этом сто раз говорили. Вот даже дети, они всегда, и мы это можем вспомнить. Дети всегда делятся на тех, кто снежную бабу лепит, ставит, да, а другие приходят и ломают. В песочнице, посмотрите, одни города песочные делают, пошли пообедать, мама завела, да, пришли, а другие уже сломали, затоптали. Мы в этом мире живем. И взрослыми, когда становятся эти дети, удивительная вещь, одни созидают, а другие разрушают. Бог здесь ни при чем. Бог этого зла не творил. Это творит, это зло, свободная воля человека и душа, которая живет вот здесь вот. И мы или действительно созидаем, вот почему называют раб Божий, да, кто такой раб Божий? Раб Божий — это соработник Бога. Это тот, кто должен творить красоту в этом мире, тот, который должен нести добро в этот мир. А кто такой раб? Не Божий, да, этот, который разрушает мир. Поэтому вот если внимательно посмотреть, то люди так и делятся. Одни с Богом, а другие, к сожалению. Но вот эти те другие, которые, к сожалению, которые такие передачи не смотрят, они ни за что никогда не скажут, что они плохие люди. Они ни за что никогда не скажут, что они сатане служат, что в них дух-то вот этот, вот такой креативный, вот богоборческий, такой вот, знаете, вот современный, они никогда бы это не скажут. Но вот такие мы, да. Санкт-Петербург, знаете, вот вопрос такой, почему так сложно выбрать добро? Потому что ведь к злу не нужно прилагать усилия, чтобы выбрать зло. То есть оно само собой получается. А вот чтобы выбрать добро, нужно напрягаться, нужно трудиться. Почему так устроено, что вот Господь же хочет, чтобы мы выбрали добро, но Он дает нам эту свободу, и при этом оказывается так, что выбрать это добро достаточно сложно. Очень хороший вопрос, потому что человек изначально, уже тогда давным-давно выбрал зло. И мы сейчас все рождаемся, вот почему, что значит первородный грех, да? Мы все рождаемся с вирусом. Вот для современного человека, наверное, будет понятно, когда вирус попадает в компьютер, что происходит с компьютером. Он начинает работать некорректно, он начинает работать неправильно. Мы-то, те, кто работает за этим компьютером, усилия прилагаем к тому, чтобы он правильно работал, а компьютер, имеющий вирус, работает неправильно. Что нужно? Включить программу антивирус, которая подает этот вирус, да? Вот человек, он имеющий вирус, вот этого греха, он то же самое. Вот чтобы он стал другим, нужно включить программу антивируса. Это покаяние. Это осознание себя, что действительно это я. Простой пример, передача заканчивается быстро. Вот в классе детям задаю вопрос, да? Вот в школе очень много таких вопросов задают. Дети, вы патриоты? Вот кто из вас патриот? Поднимите руку. Вот знаете, все 100% поднимают руку, что они патриоты. Это старшие классы. А вот как вы думаете, если вот что-то, вы все пойдете за свою родину, да? Все пойдем, конечно, батюшки за свою родину. Вы любите свою землю, дети? Мы очень любим свою землю. То есть вы патриоты, мы патриоты, абсолютно, абсолютно. Я говорю, теперь поднимите руку, кто из вас никогда не бросал, и сейчас не бросает фантик на свою землю, семечки не грызет, не плюет, после себя все убирает. Кто ветки не ломает, поднимите руку. Никто не поднимает. Я говорю, друзья мои, теперь вот задумайтесь, если вы говорите, что вы любите родину свою, зачем же вы тогда ее так загаживаете? Вы же в доме, в своем не ломаете. Вот дома насадила, мама, цветы, вы же это не портите. А это наша земля. Это земля, которая полита кровью наших отцов. Как мы должны к ней относиться? Вот знаете, вот такие разговоры, они очень полезны. И вот тогда на этом фоне можно говорить с детьми, что такое добро, что такое зло, и от кого оно идет. И виноват ли в этом Бог? Или все-таки виноваты мы в этом сами? Задуматься, всем советую. И в семье пусть муж подумает о себе, кто несет в семью зло. Жена пусть подумает о себе. Кто зло несет в семью? Бог ли это попускает? Бог попускает нам, потому что Он нам дал свободу. И Он смотрит на нас сверху, как мы этой свободой управляем и как мы ее используем. Спасибо большое, отец Георгий. К сожалению, время закончилось. Ну что ж, увидимся с вами через две недели. До свидания. До свидания. Сейчас в рубрике «На скрижалях искусства» мы расскажем о художнике, чья творческая жизнь протекала в не самые простые для нашей страны времена. Аркадий Пластов, советский живописец, певец советского крестьянства. В наследие каждого художника есть вещи, изначально непредназначенные для показа широкой публики, отражающей его внутренний и сокровенный мир. Долгое время скрытой от зрителя темой в творчестве Аркадия Александровича была тема духовности. Вера помогала ему сохранить себя и осуществить свое предназначение художника в самые драматические моменты жизни, когда о вещах духовных даже и говорить-то было небезопасно. Своими впечатлениями о творчестве Пластова с нами поделился художник-педагог Александр Бабий. Впервые очень хорошо помню я Пластова услышал имя в начальной школе. Это был 50-й год. Пять лет, как окончена война, разрухлется, голод круглый. И вдруг я открываю родную речь, и первое, что я увидел и на всю жизнь запомнил, это цветная репродукция с картины Аркадия Александровича Пластова «Сенокосы». Солнечный свет, тишина, покой, такое все родное в этой картине стало для меня мальчишки, да не только для меня, это для всех детей, голодных, настолько тепла вылилось в души, что запомнилась она на всю жизнь. В 1943 году в Тегеране в зале советского посольства, где проходило совещание трех представителей великих держав Сталина, Уинстона, Черчилля и Рузбельта. На стене зала заседания висела картина Пластова «Фашист пролетел». На переднем плане мальчонка-пастушок уткнулся лицом в землю, убит. Собака-дворняшка вводит рядом с погибшим другом. Они собаки такие, они очень преданные. И вот бесхитростный холст, как стоп-кадр, наверняка помог подписать этот документ об открытии Второго фронта. В 1945 год была следом еще одна картина написана «Жатва», где на переднем плане сидит старик и две девочки, крошки, малолетки, и их старший, братишка, примерно пятого класса возраста. Они обедают. Они обедают, а рядом с ними огромный сноб хлеба. В нем сербы вставлены. Это они этот сноб собрали. Это они там, на заднем плане, в картине, огромные скирды хлеба. Это они подростки. Это они малосильные дети России кормили страну со своими стариками. И Пластов им написал гимн. Почему тут же Сталину была присуждена ему Сталинской премии вот за картину Покос и Жатву. Была присуждена Сталинская премия первой степени. И в 47-м году Пластов становится самым молодым действительным членом Академии художеств России. И мы тогда никогда не знали кто же на самом деле этот Пластов. А Пластов на самом деле был художником, который пройдя тяжелейшие дороги и войны. Одно и другое. Прошел коллективизацию. Он же из крестьянской семьи. Он из семьи иконописцев. У него и прадед, и дед, и отец были связаны напрямую с русской православной церковью. По чертежам деда в Преслонихе выстроена была церковь. Он ее нарисовал и вычертил. Отец расписывал эту церковь. Сам Пластов учился и в духовном училище и закончил духовную семинарию. Вот представьте себе, каким надо быть человеком по сути своей, чтобы после унижения вот этой коллективизации, этого ареста, этой страшной раздрухи, после ада войны, ну вы представляете, вот как вся страна все пережила, сохранить в себе удивительную красоту и чистоту души. Вот для меня художник Пластов дорог прежде всего тем, что сердце он имел похожее на русскую теплую, освещенную, залитую солнечным светом избу, у которой дверь всегда открыта и для Бога, и для любого нищего. И уже студентам художественного училища, приезжая на всесоюзные всероссийские выстрелы, которые проводились в то время в Москве в Манеже, уже у новых холстов Аркадия Александровича я вдруг заступился за него. Была такая сцена. В 60-х годах Пластов выставил огромную картину лета. На переднем плане сидит нечесанный пастух, в ногах у него чугунок с гречневой кашей, правой рукой он тянется с пустой кружкой к доярке, которая наливает ему из бетона молоко. Он улыбается, тут рядом бычина огромная, стадо, опять сила, опять мощь, опять красота, и вдруг я слышу, тогда же в Манеже было привычным спорить, вступать в диспуты, постоянно, там бурлило все, и я слышу, как одна довольно такая рафинированная особа произносит, да посмотрите, у пастуха даже ногти грязные, разве это к искусству имеет какое-нибудь отношение? И меня сорвало, я заорал на весь зал. Вы лучше на породу посмотрите, художника, порода. Вот Пластов себя не отрывал от людей, то есть он вообще не мыслил себя вне земли, вне той среды крестьянской, в которой он вырос, в котором его родили, в котором его воспитали, он сохранил в себе культуру религиозного начала. А религиозное начало предусматривает в первую очередь любовь и чего еще? Искренность. А Пластов очень искренне любил землю, людей на этой земле, все травы, все деревья, всю скотину, все, что в мире в нашем нас окружает, он все это любил очень искренне и любовью. А это опять может удержаться только в рамках религиозного начала. Без рамок религиозного начала человек уводится как овца на бойню. Поэтому он неизменил, сохранил себе это, это ему и помогло выжить. неизменясь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами и желаю всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова